В Сирии жители Алеппо, которым долгое время не удавалось покинуть зону боевых действий, призывают воспользоваться гуманитарными коридорами. Их открыли российские военные по поручению Владимира Путина. Сирийская сторона уже подготовила пункты временного размещения для беженцев. Наш корреспондент Клим Санаткин узнал, какие там условия. Этот район называется 1070. Большой центр приема беженцев. Как только началась война, сюда начали приезжать люди. Сюда будут доставлять и мирных жителей, которые сейчас покидают опасные районы Алеппо через гуманитарные коридоры, организованные совместно с Российским центром примирения сторон. Выход есть. Гуманитарные коридоры открыты. Здесь будут селить мирных жителей, покинувших территорий, которые сейчас в Алеппо занимают террористы, запрещенных в России ИГИЛ и Джабхатан Нусры. За время войны здесь уже поселились 40 тысяч беженцев. Как вы знаете, сейчас открыты три коридора, по которым желающие могут покинуть блокадное Алеппо. Мы ждем людей, уставших от войны. Готовим эти дома. Работа идет полным ходом. Здесь, например, развернута вся инфраструктура. Подведено электричество и водоснабжение. Вот в таких комнатах будут жить беженцы. Это уже готово к заселению. На полу матрасы, пледы. Здесь будет находиться семья с детьми, поэтому для них уже есть вещи. Майка, перчатки теплые, шапка, шарф и даже куртка, потому что ночью может быть холодно. Абдукадер Афифы бежал из восточной части Алеппо, которую сейчас занимают террористы. Когда начали греметь взрывы, он вместе с семьей покинул дом. С собой успел взять только документы. Эту четырехкомнатную квартиру мы делим на две семьи. Я живу с женой и двумя детьми, а также моей тести, тещи. Всего 11 человек. Я не знаю, что с моим домом, но я хочу вернуться, когда кончится война. Я верю, что мир наступит скоро. В подъездах стоят вот такие резервуары с водой. Ею могут пользоваться все жители дома. Электричества нет, свет дают только на два часа в день. Все остальное время работают электрогенераторы, но и топливо здесь стараются тоже экономить. Чтобы оповестить население о возможности выхода из осажденного города, были напечатаны листовки с указанием маршрутов и схем выхода. Их сбрасывают в самолеты. Расположение выходов и время, когда можно пройти через коридоры, сообщают по радио, телевизору и через громкоговорители. Положение сил в Алеппо меняется. На днях сирийской армии при поддержке наших ВКС удалось освободить район Бенезет на северо-востоке города. Боевики орудовали здесь три года. Теперь, когда террористов удалось выбить с этих земель, взрывов стало меньше. Вот, пожалуйста. Эта кухня работает 24 часа. За сутки здесь успевают приготовить 25 тысяч порций. Вот то, что уже готово. Рис, курица, суп. Часть еды раздают прямо здесь, часть отвозят на другие пункты питания. Для жителей Алеппо поддержка наших солдат – надежда, что их город снова будет жить без взрывов и выстрелов. Россия – большой друг. И всегда им будет. Я надеюсь на победу. Ваша авиация нам помогает. Сирийская и российская армии вместе – большая сила. Это настоящие друзья, и все восхищены героизмом этих солдат. По разным данным, на территориях, захваченных террористами в Алеппо, сейчас проживает от 200 до 250 тысяч человек. Клим Санаткин, Вадим Денисов, Илья Репнин, Первый канал, Алеппо, Сирия.